Я через полтора года квартиру купил на хигиене, потому что я не верю ни одному прогнозу. И не нужно верить. Для того, чтобы выиграть в шахматы, вам не нужно точно знать, какой следующий год сделает ваш противник. Вам нужно иметь систему. Поэтому вот это прогноза. Теперь вопрос, а может ли человек, для которого инвестиции не являются основной профессией, получать прибыль? Если да, то какую? Вот для меня это где-то инвестиции, где-то на пятом, шестом месте. Вот эта операция по превращению в 150 тысяч рублей в квартиру у меня заняла, сейчас скажу точно, 7 часов времени и полтора года ожидания. Вот у вас так не получится. Балбесики сидят внутри. Страшно вам будет. Вы будете делать ровно противоположное тому, что требуется для того, чтобы выиграть. Я вас уверяю, мне тоже было страшно. Но я знал, у меня уже была система. Я уже раньше так делал. Вот можно заработать, но при этом нужно несколько условий. Первое. Вы должны делать то, как делали вот в той игре, о которой вы вам сказали. Быть портфельным инвестором. Потому что если вы будете сидеть только на акциях, вы будете иметь вот эти вот жалкие 4% в год. Но акции то растут, то падают, то растут, то падают. Золото то же самое делает. Чаще всего они делают это в противопозии. Золото это металл страха, акция это металл оптимизма. Это инструмент оптимизма. И если вы будете иметь 3 отделения в вашем портфеле, я специально не говорю такие конкретные, чтобы вы не восприняли мое короткое сообщение, как пазы действия. У меня было такое, у меня было такое. Я читал, значит, 2 года назад, как заработать на кризисе. Проходит год, меня ловит на улице, схватаясь за поведение товарища, говорит, я делал все, как написано в вашей книге, говорит, я потерял деньги. Да в какой книге? У меня нет книг. Оказывается, он взял рекламную брошюру мою из 8 страниц, для него это книга, и он по ней пытался зарабатывать. Портфельное инвестирование, 3 отделения, ежегодное перекладывание, не глядя на свои эмоции, ежегодное перекладывание, восстановление баланса первоначального, это первое. И второе, кризисы. Я сам по натуре кризисный инвестор, я зарабатываю там, где другие теряют. Вот если вы овладеете этой стратегией, когда все боятся, а кризис, а как спастись, а у вас вот мысли, как заработать, потому что в кризис вообще-то деньги не теряются, они переходят из одного кармана в другую. Вот если вы на другую сторону стола перейдете, поймете, куда деньги уходят, что делать, вот там можно вот играючи зарабатывать, но для этого, я повторяю, нужно иметь систему, самое главное, убрать человеческую составляющую, не работать на эмоциях. Вот у меня 30-летний стаж инвестора, а последние три года у меня ушли на то, чтобы мой опыт перевести на человеческий язык. Без вот этой вот зауми финансовой, которая только путает, без этих сложных графиков, говорит у меня нет ничего в руках, значит, как научить человека. И первый результат был провальный. То есть мы попытались, с сыном мы это организуем, мы попытались сделать блиц-семинар из четырех курсов, день люди сидели, неделю домашние задания, день сидели, неделю домашние задания, значит, месяц готовый, что-то процентов 25 был выход людей, которые становились вместе, правда мы брали сбору по сосенке, то есть мы не отбирали людей каких-то, вот у вас мотивирована аудитория, вы мотивированы на аспекции, мы брали там от пенсионеров до игроков финансовой первой лидии, и до самой испорченной категории людей, игроки на рынке форексов. Это почти бесполезно, что это делать. Вот результат, значит, стали анализировать в чем дело, и пришли к той идее, как обучать людей, которая мне два года назад показалась бы бредом полной. Потому что получается, что 25 нужно коротких часовых вебинаров, с разрывом в неделю каждого из них, полугодовой получился курс, между ними домашние задания. То есть вот тогда я смогу, скажем, 80% того, что во мне есть, передать почти любому человеку. Ну почти любому, потому что есть хронические шопоголики, а если человек лох по жизни, он будет лохом и набежью. Точно так же, не лохом в квадрате будет. Не получается. То есть вот игроки, которым гормоны погонять важнее, чем успех. Поэтому вот есть сегодня такой курсик, вот у кого заинтересует, к илие можете обратиться, он есть. А я считаю, вот я убежден прямо, что для бизнесмена иметь вот одна работа для вас, а другая для ваших денег. Причем это должно быть на уровне крепкого любителя, не профессионала, но любителя, который, самое главное, не потеряет свои деньги, а будет капитал расти день это дня. И вот как заключение я приведу пример. Это пример не мой, он был опубликован, был такой прекрасный журнал «Дэштрих», который специально был куплен издательским домом «Коммерсант» и «Пофелин», чтобы люди не слишком грамотными, по-настоящему грамотными не были. Нет сегодня этого журнала. Вот в этом журнале приводится пример портфельного инвестирования в сравнении с тем, как если бы человек инвестировал только в один инструмент. 12 лет берется с декабря 1997 года по декабрь 2009 года. Если бы вы вкладывали деньги в акции, ваш капитал вырос бы в 14 раз. Значит, это рублевое. Это не совсем эффективная доходность, и не учитывает падение рубля, и не учитывает налогов. Значит, акции 14 раз, облигации 27 раз, золото 20 раз, портфель. Это в раз или в разы? Это в разы. Это во столько разы за 12 лет. Я могу и доходность годового дать, но это более наглядное. То есть акции в 14 раз, облигации 27 раз, золото в 20 раз, портфель в 118 раз. Вот вам портфельное инвестирование. Но для этого надо многое знать. То есть знать, где взять стартовый капитал без ущерба для бизнеса. Вот как у табуретки 4 ножки. Второе, психология. Третье, знать отдельные инструменты. То есть акции, это лишь один из инструментов. И четвертое, быть дирижером вашего оркестра под названием инвестиционный портфель. То есть выступать уже, играть на этих инструментах. Ну, много уязвимых мест здесь. Но и плюс к этому, как будут речить доход, это вот те самые кризисы, когда наступает то, что литература называет возможность сорса. То есть выиграть тогда, когда теряют другие люди. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ